Приветствую вас! Есть два аспекта вашей проблемы, о которых мне бы хотелось вам сказать. Значит, первый аспект касается того, ради чего ваши родители хотят приехать к вам. То есть, условно говоря, что заставляет их тянуться к вам. Какие-то, может быть, это потребности, какие-то это, может быть, там, желания, какие-то, может быть, это стремления, может быть, что-то еще. То есть, вот, что-то заставляет ваши родители стремиться к вам. Ну, соответственно, вопрос возникает, что же они хотят? Для чего им быть с вами? Что им нужно? И постарайтесь им это дать. Если они, конечно, как бы, ну, надеюсь, вы понимаете, да? Если они, ну, готовы это принять от вас. Конечно, если они не готовы, то, естественно, вы никак им ничего не дадите. Это, я надеюсь, понятно. Но было бы лучше, если бы вы, вот, сами для себя, хотя бы, увидели бы момент, как бы, заставляющий их к вам, стремиться быть к вам ближе. То есть, что-то их доставляет. Вот, мотивационную сферу, их вам нужно, как минимум, лучше понять, как минимум, лучше проработать для себя. По крайней мере, для себя, пока что. Это первый аспект. Второй аспект. Если вы хотите понять, что вашим родителям нужно от вас, что они хотят от вас получить, и ради чего они хотят быть с вами, то, я надеюсь, вы понимаете, что вы, ну, достаточно легко сможете дать им то, что нужно, без, значит, вашего фактического совместного проживания вместе. И тогда это будет, ну, едва ли не идеальная ситуация, при которой, значит, будут довольны все. И вы будете довольны, потому что родители с вами не будет. И родители будут довольны, они получат то, что им нужно от вас. Это был второй аспект, и этот код вы можете сделать. Как бы это сказать, инструктивно подумать вот в этом направлении. Теперь дальше. Момент третий. Заключается в том, что объективно, объективно, семья ваша. Это ваш дом. Это ваша жизнь. И это ваш ребенок, который у вас будет. И вы имеете полное право защищать свою семью. Вы имеете полное право оберегать ее от какого-то вторжения негативного. Особенно, если вы знаете, что это вторжение будет негативным. И как мать своего ребенка, как родитель, который защищает свое дитя от внешних угроз, вы имеете полное право, совершенно полное право вы имеете сказать родителям о том, что нежелательно их видеть рядом с вашим, например, ребенком. И да, это, конечно, и безусловно будет для них неприятно слышать. Им будет, возможно, обидно, тяжело это выслушивать от вас. Но, если честно, то, понимаете, другого выхода у вас нет. Придумывать какие-то отговорки, говорить о том, что, вот, вы знаете, я бы, например, там, хотела бы, да, я хотела бы, чтобы вы приехали, но не могу вас там принять, например, и так далее. Все это будет выглядеть несколько смешно, и родители, скорее всего, вас просто не поймут. Будет лучше, если вы позиционируете себя как взрослого человека, скажете им по факту, что вот вы, мои родители, я вас тоже, например, люблю, но так и так мой ребенок, я бы хотел для своего ребенка, значит, ну, там, каких-то аспектов, я бы хотел для своего ребенка спокойной жизни, вы, к сожалению, этой спокойной жизни предоставить ему не можете, и мне, в принципе, тоже вы этого не можете сделать. Ваш образ жизни, он, как бы, исключает наличие такого вот результата. Если вы скажете об этом своим родителям, то да, с одной стороны, безусловно, это будет грубо, это будет жестко, наверное, им это будет очень неприятно слышать, я вас понимаю, очень хорошо понимаю, но, с другой стороны, вы дадите им понять, что, в общем-то, настроены решительно, и как бы будете идти бороться до конца. А если они сами поймут, догадаются, что вы просто не хотите, например, их принимать, ну, это будет гораздо более обидно для них, и гораздо более болезненно будет ими восприниматься. Наконец, последний аспект, который мне хотелось бы именно вот здесь отметить, он заключается в том, что необходимо раскрыть момент, по которому, из-за которого, или по которому, как угодно формулируйте, вы не можете, вы не можете сами вот этот момент для себя решить. То есть, что вам, по сути дела, мешает самостоятельно сказать родителям о том, что вы не хотите их видеть. Может быть, неуверенность в себе, может быть, какой-то страх перед ними, может быть, что-то еще, но в любом случае, это то, что вам вредит, это то, что вам мешает. Соответственно, если вы сами в себе найдете вот эти вот истинные причины, по которым вы сомневаетесь в том, как сказать и что сказать вашим родителям, если вы увидите для себя эти причины, я думаю, что вам будет, ну, гораздо легче, гораздо спокойнее и, главное, понятнее, что вам мешает самостоятельно защищать свою семью. Также, если имеет место быть такие, например, симптомы, как неуверенность в себе, например, да, или там какие-то еще аспекты, то с этим, в принципе, можно будет поработать, да, то есть повысить вашу, например, самооценку, повысить вашу уверенность в себе и, собственно, говоря, вы станете просто-напросто более решительной, более уверенной в себе и будете более активно защищать свою семью. Кстати говоря, кроме вас и вашего мужа ее не защитит никто, но у вашего мужа достаточно ограниченные возможности по защите, хотя бы потому, что родители-то все-таки они ваши, и именно вам и только вам нужно будет с ними решать эту проблему. То есть проблему по сути совместного проживания. То, что вы не хотите как раз-таки. Вот, в принципе, все аспекты были, которые я считаю помогут вам, те аспекты, которые я считаю могут понять вам и проблем свою больше, и какие-то свои неберабоски, и вы могли бы это исправить. То есть если вы будете знать, например, в чем вы не уверены в себе, то, соответственно, вы легко могли бы это купировать. А если эта неуверенность есть, в чем она может быть заинтересован, может быть страх чего-то, если этого не будет, вам будет легче принять верное решение и сказать так, как того хотите вы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.